Да, привет, друзья! Слушайте, я рассматриваю свою книжку еще раз, но любуюсь, потому что, ну, приятно, что такая толстенная книга. И, оказывается, это я написал. Ну, да, представляете. Прошлая книга уже стала бестселлером. Теперь я жду, когда эта станет бестселлером. Ну, посмотрите, какой крутой. Какой крутой, прямо космический человек, как говорит Николай Сорокин. Он там много чего там видео сейчас делает, и живая планета, и везде там привлекает меня, чтобы я там участвовал. Но Николаю Сорокину привет передаю. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что вот картина там, которая в этой книге, видите, она называется «Берегиня». Берегиня, берегиня для того, чтобы нас всех сберечь, жизнь сберечь, чтобы мы все были здоровы и любили друг друга, и дети росли, и были здоровы. И не только я на эту тему тружусь, но вся школа «Человек будущего», «Хомофутурус», над этим трудится. И у нас в нашей школе очень много участников из разных стран. И там я иногда выдаю некоторые видеоролики, некоторые видеоматериалы о разных событиях в жизни, которые тоже являются в какой-то степени передачей моего жизненного опыта, потому что я обучал первых психологов МЧС России, я создал первый метод в СССР, метод-ключ по саморегуляции, которого раньше не было в мире. Да, давно-давно. Почему я это показываю? Потому что за моим жизненным опытом стоят и первые попытки восстанавливать людей после острых стрессов, когда человек в силу обстоятельств, например, взрыв дома пограничников в Каспийске, значит, взрыв после терактов в Кизляре, когда Радуев туда напал, он сказал, я сожгу этот самый Кизляр. Ну, короче говоря, я там восстанавливал людей, и потом учил этому психологов МЧС и во многих других городах. Беслан там готовил военный персонал ко входу, вот там охоткурск и так далее. Ну, короче говоря, с таким большим опытом, хоть я врач, но я работал и как психолог, а поскольку я еще и художник, и потом еще у меня в книгах есть, вот в прошлый раз я рассказывал, как-то в Сербии вышла книжка, которую там 10 лет готовили, и там не только мои картины, еще мои стихи. Да, ну много чего, много чего, много чего, это мультиэффектная такая деятельность творческая, и вот на стыке разных дисциплин создается и развивается метод ключа совместно с участниками школы «Человек больше» и «Хомофутурс». О чем я хочу сказать? О том, что я обещал сделать так называемый, который не всем понравился по названию, убойный ролик, ну, убойный в кавычках имеется в виду, ну, чтобы привлечь внимание, что это будет, ну, просто такой ролик, открывающий всем глаза на некоторые вещи, которые люди как бы давно знают, ну, как-то с этой точки зрения не смотрели, открывают глаза на манипуляции, которые проводятся нами, с нами, разными способами, да, ну, в том числе и войны. Понимаете, вот это все такая вот смесь взрывчатая. И вот я готовлю, вот, вместо картине «Берегиня» показываю теперь такую импровизацию, как школьная доска. Я там нарисую, как работает мозг. Любознательные могли посмотреть мою модель работы мозга еще много лет назад. Она там в интернете есть, именно новая модель работы мозга. Много лет назад и описание есть. Именно то, что выношено мною было, и что помогало мне практически помогать. Помогало и рисовать, и готовить спецназы, и готовить людей после войны, выводить их из стресса, и матерей спасать, которые потеряли своих детей на войнах. То есть, по существу, оказывать этот метод, который я создал, всем помощь, чтобы помогало оказывать всем помощь. Так я хочу сказать, вот теперь, пожалуйста, внимание. В свое время я готовил Марс-500, испытателей Марс-500, в Институте медико-биологических проблем. Ну, это было несколько лет назад, кто хочет, может посмотреть эти фотографии. Да, у меня на сайте Стрессу есть, по-моему, на сайте ХСРУ есть эти фотографии, как я их готовлю. Ну, короче говоря, речь идет о том, что эта подготовка проводилась в Институте медико-биологических проблем. Самым первым директором этого Института медико-биологических проблем был академик Газенко. Это Олег Георгиевич Корефей, основатель космической медицины. Я его видел как-то, когда я был совсем юный. Ну, Газенко, извините меня, но и Лайка, и Стрелка, и Белка, и Королев. Ну, он же был генерал-лейтенантом, академиком. Еще раз повторюсь, основатель космической медицины. А вот через много лет, после того, как он был основателем космической медицины, через много лет я работал в Центре авиационно-космической медицины, где я защищал диссертацию по теме антистрессовая подготовка лиц опасных профессий. И я был, допустим, в какой-то момент в гостях в кабинете у Хоменко Михаила Ивановича, у своего шефа по диссертации, ну, величайший профессор, это полковник и так далее. И Бубеев Юрий Аркадьевич, профессор, полковник и так далее. Это мои близкие друзья. И мои шефы были по диссертации. Так я стоял перед Хоменко и делал вот так. Я говорю, посмотрите, Михаил Иванович, интересная вещь такая. Вот так вот трясешься, руки вот так бросаешь, и голова освобождается от проблемы, настраиваешься на что-то. А он так посмотрел, говорит, синхронизацию делаешь. Вот слово сказал, синхронизация. И я потом всё время это использовал. Непроизвольно, произвольно. Это придумал, это, ну, просто не придумал, а прямо увидел, что я делаю, когда я вот так трясусь в ритме нервного напряжения, и делаю упражнение, которое я потом назвал хлёст. Вот, хлёст делаю. В этот момент мозг освобождается от текущих доминантов и готов по существу настроиться по виктору того, о чём ты переживаешь или на что ты настраиваешься. Например, к экзаменам, к соревнованиям, к тому, чтобы снять зажимы нервномышечные и рисовать хорошо. Ну, что мне и помогает, и я всех других обучаю этому. Теперь слушайте дальше. Я обещал вот сделать такой взрывной ролик. Показать ещё раз модель работы можно, что я, собственно, буду готовить на этой доске, чтобы вам показать. И там у меня друг за границей, он мне сказал, слушай, а я, говорит, после твоих приёмов метода ключ, у меня, говорит, озарения пошли. Я, говорит, понял, какими действиями нами манипулируют. Ты, говорит, приготовь доску, нарисуй там свою модель работы мозга, чтобы всем понятно было. И мы, говорит, покажем им взрывной ролик, чтобы у людей открылись глаза, чтобы они прозрели, чтобы они поняли, как нами ловко манипулируют. Да, но я ему говорю, слушай, а вот это упражнение, например, хлёст, или трястись, трястись, вот так вот трястись, я говорю, я знаю, вот это трястись использовали, чтобы сектанты обращать людей. Дети трясутся, вот эта секта сидит и приписывает эффект этого действия себе, своим силам. Они в это верят, потому что они не знают о том, что синхронизация снимает зажатость и вызывает состояние эндорфинного кайфа, освобождения. А они думают, что это он им делает, а это приём такой. Поэтому я не боюсь, я всегда всем рассказываю эти приёмы, я не боюсь, что их украдут. А вот тут что происходит. Оказывается, они в сектах применяются, они везде применяются, делают из людей зомби. И вот этот мой друг, который мне позвонил из другой страны, он говорит, слушай, я, говорит, скажу, какой у меня инсайт произошёл. Я, говорит, скажу, как использовали какие-то твои приёмы, такие простые и такие эффективные, для манипуляций нами. Чтобы войны были там и так далее. Ну, вот-вот-вот-вот-вот. Хорошо, я говорю, я вот готовлю этот ролик, и при этом я против манипуляций над нами попросил Газенко. Ну, внука там, двоюродного внука или прямого внука, я сейчас не буду этим заниматься, изучением. Дело в том, что Газенко – это прямой родственник Газенко, Олега Георгиевича. Мой друг Газенко – это непосредственно прямой потомок и воспитанник, ну, журналист Газенко, роман, он, значит, документалист, режиссёр, он сделал более 30 фильмов документальных, потом он, значит, переводчик, который профессионально знает языки, который профессионально знает английский, немецкий, латынский, и он синхронист. Ну, это же не просто так, да? Синхронист. И вот я, поскольку как раз-таки синхронист ещё и психолингвист, вот что главное, я его попросил, чтобы помочь нашей школе «Человек-большего» Homo Futurus. Я со стороны психофизиологии показываю разные приёмы, там, медитативные, левитационные, идеорефлекторные, раскрываю их механизмы, а я и Романов попросил, чтобы он со стороны сознания психолингвистически раскрывал корни слов, которыми люди пользуются даже в обиходе и не понимают, и не знают иногда происхождение этих слов. Потому что эти слова есть и в священных писаниях, и есть и в обиходе. Некоторые говорят «Спасибо нельзя так просто говорить, надо говорить «Спасибо Божие», а другие говорят «Надо говорить благодарю» и так далее, и так далее. И вот такие всякие дискуссии, чем в своё время занимался и Задорнов. Я попросил Романа, и мы делаем вебинар, кто его ещё не приобрел, может приобрести, он ещё будет висеть несколько дней. Но мы делаем и бесплатные ликбезы. И я вот попросил Романа «Ответь, пожалуйста, почему Задорнов? Как ты к этому относишься? Он же тоже психолингвист как бы, да? И я с большой любовью к Задорному отношусь, потому что я так понимаю, многие с большой любовью. И Роман относится с большой человеческой любовью. «А как же?» И он же мне сказал в прошлый раз научно отвечать. Научно отвечать. Или речь идёт о науке, или в данном случае о симпатиях человеческих. Ну, я, конечно, научно хочу. Потому что, когда меня просто тоже кто-то спрашивает, как ты думаешь, есть летающие тарелки или нет, я не всегда понимаю, что человек, который меня спрашивает, меня спрашивает... Ведь мне всегда кажется, что он меня спрашивает как специалиста. Я говорю, конечно, нет. И многие говорят, да что за ерунда, ты, наверное, ещё не дозрел, а ты примитивно мыслишь, на самом деле тарелки есть. Ну, он верит в это, ну, верю, верю, верю. Ну, кто-то, кто-то там в летающей тарелке верит. Но есть научный подход, понимаете, есть подход человеческий, есть подход любительский. И вот, когда я вдруг поставил этот ролик, когда я спросил, такой провокационный вопрос получился, я спросил, дорогой Роман, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Михаил Задорнов, ведь он тоже раскрывал корни слов, как ты к этому относишься. И Роман сказал, Михаил Задорнов сделал очень большую вещь. Он поддержал страну в трудной ситуации перехода, верой, верой в свои силы. Он это подчеркнул, он сказал об этом. И он сказал, что, если касается науки, и привел какие-то примеры, аргументы, доводы, да, доводы привел, в этом видео было два пятна. Вот этот разговор о Михаиле Задорном и моя вот эта трясучка, которую я показывал. Я хочу сказать о нашем сознании, о нашей штампованностью и о том, как нами манипулируют и шаблоны мышления. Потому что вот это, которое я показал и которое я буду показывать в следующий раз на доске, как величайшее, потому что с моделями работы мозга я покажу, как доминанты переключаются и как нами манипулируют. Это все покажу. Но на это никто не обратил внимания. Понимаете? А на то, что я сказал Задорный, все обратили внимание, а некоторые даже вот по неведению, не зная, что я разговариваю с выдающимся специалистом по науке. Вот он по науке, у нас Роман Газенко, по науке. И он говорит о науке, а не вообще о наших отношениях. Так вот, не зная о том, кто это такой, и не удосужившись, не видя ни одного его фильма, ни одного его материала, не посмотрев в Википедии, кто это, а кто, кстати, я когда сказал, посмотрите в Википедии, кто это мне написал, там можно сам про себя сколько угодно написать в Википедии. Ну, считайте, я не знаю, я вам сейчас рассказал, 30 фильмов в Википедии просто так не пишут. Почему документалисты? И самое интересное, люди, которые ни одного языка не знают, давали осуждение о том, какой наш Роман может правильно судить или неправильно судить. Роман профессионал, разведчик генштаба был. Был на всех войнах. Короче говоря, я даже не могу понять, мне просто даже немножко неловко за наших участников школы человек будущего, которые не поняли, о чем речь идет. Остальные-то поняли, мне там такие благодарные вещи пишут и роману пишут благодарственные вещи. А вот кто не понял, а может быть, это даже не участники нашей школы, им бы отписаться с нашего канала. Может быть, это случайно залетевшие к нам случайно люди на фамилию на фамилию Содорнов и вдруг увидели, что на его кумира кто-то сказал какие-то слова. Ну, вы отпишитесь, пожалуйста, с нашего канала, чтобы под ногами не путаться. Потому что есть люди достойные уважения, за плечами которых стоит что-то сделанное. А есть люди, которые в жизни ничего еще пока не сделали, я только желаю, чтобы они нашли себя в жизни, были здоровы, счастливы. Ну, пишите критические замечания какие-то. что хотите, как говорится, что хотите. Что хотите, пишите, только не хамите. В нашей школе есть традиция. В нашей школе есть человечность. Наша школа будущего это школа человечности. Хамов, хамов, я просто жалею. Я, конечно, могу и в лоб дать, но я просто жалею. Потому что я понимаю, от счастливой жизни человек хамить не будет. Будьте здоровы, друзья. Ждите следующего ролика. Да. А очень важно разрыв шаблонов. Разрыв шаблонов одного какого-то величайшего лауреата Нобелевской премии спросили. По-моему, Розенфорд, физик, по-моему. А как вообще люди относятся к твоим ну, изобретениям, открытиям. Он сказал, говорят, этого не может быть. Поколение, с которым он живет, они говорят, этого не может быть. А следующее поколение, следующее поколение, говорит, «А как же может быть иначе?» Разрыв шаблонов. Разрыв шаблонов. А еще сказано, не сотвори себе кубира, потому что мы говорим по науке. А Задорнова я люблю, Роман любит, все мы любим Задорнова. Кто не любит, тот же и артист. И лингвист, и психолингвист, и артист. У него же там много чего и хорошего. Ну, мы шли, говорили о науке, друзья. И Роман не просто ответил на вопрос, а привел аргументы научные. Я хочу в нашей школе чек будущего. Шутить можно, хамить нельзя. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok